Музыка Вы смотрите программу про здоровье. Меня зовут Кирилл Щербинин. Здравствуйте! Сегодня в выпуске мы с вами поговорим про такие виды спорта, как бокс и кикбоксинг. Я записался на персональную тренировку к мастеру спорта России Руслану Александровскому, который познакомит меня с боксом, расскажет все о боксе. И я пойму, стоит ли заниматься таким видом спорта или нет. Какие плюсы и минусы? Узнаем прямо сейчас. Руслан, привет! Привет! Ну что, вот я наконец-то к тебе доехал. Очень рад тебя видеть здесь. Бокс. Ты знаешь такое слово, не знаю, многих оно отпугивает. Давай развеем вообще все днифы и сомнения, что бокс – это, наверное, не только вид спорта, но и искусство. Это в первую очередь искусство, я бы сказал. То, что людей это отпугивает, это очень ошибочное мнение. В основном это, в первую очередь, искусство. То есть бокс – это не только там мордобой, не только там кровь какой-то, а в первую очередь для здоровья, да. В первую очередь люди приходят на бокс, чтобы научиться поставить за себя, да. Потому что, ну, мы живем в мире, в котором можно столкнуться с чем угодно. В первую очередь, это хорошая кардио-тренировка, которая помогает скинуть вес, так же самое. Очень много влияет положительных факторов на моральное состояние человека. Работает кто-то, сидит дома, неважно, вышел ты на улицу, да, там. Плохая погода, стресс у тебя, ты пришел в зал, там, взял этот мешок, выплеснул все. То есть, если тоже идет, как бы, так, мордобой, это уже тоже, ну, это неправильное выражение. То есть, в спорте так же самое, когда мы выходим в ринг, там, все ребята друга уважают всегда. То есть, есть взаимоуважение. Это американцы сказали, что бокс – это выяснение отношений между джентльменами. Скажи, пожалуйста, с какого возраста надо заниматься боксом? Есть какой-то, может быть, определенный регламент или, главное, желание? Главное, в первую очередь, это всегда желание во всем главное, в первую очередь. Если смотрят, какие цели преследуем? Если это ребенок, да, то лучше всего детей вообще в единоборство приводить. Неважно, в бокс, какие виды единоборства, которые там, бокс, кикбоксинг, например, да. Подожди, бокс и кикбоксинг – это просто разные виды боевого искусства? Или второе, я не знаю, название бокса? Нет, бокс – это… Ты знаешь, что бокс – это руками? Это только руками, да. Кикбоксинг – это и ноги, да. Я знаю, что он в здоровом теле, здоровый дух, и для этого я сегодня пришел посетить первую тренировку по боксу. Честно, до этого я никогда не занимался, и я в надежных руках, Руслан. Ну что, я готов к первой тренировке. У меня все минимум – перчатки и персональный тренер. Первый вопрос. Одет я подобающе новичку боксеру. Здорово, прекрасно, как новичок одет. С чего мы начинаем? Перчатки нам пока положим, берем, но пока они не нужны будут. В первую очередь – это разминка. С чего начинается вообще все в боксе? Бокс начинается, в первую очередь, с постановки ног. В боксе есть две стойки – фронтальная и боевая. Левая ножка у нас впереди, правая ножка у нас сзади. То есть носки у нас здесь стоят, здесь еще сюда. Как будто на скейте, на скейтборном. Раскалат. Да, как салат, да. Часто можно видеть боксера, что не ходят вот так вот. Это уже не проще, это уже так по-другому невозможно ходить. Стали здесь. Правая ручка у нас здесь. Закрывает печень, чтобы в случае удара по печени не пропустить самое опасное. То, что не пропустить удар печени. И большой палец впевать, тем самым в скулу. Голову опускаешься, когда ты выпускаешь вниз. Левая ручка у нас выставляется вперед. Плечом поднимаем плечо, и стараемся не голову положить на плечо, а плечо к подбородку. Чтобы у тебя была здесь пригода. Чтобы в случае, если удар будет проходить здесь, чтобы у тебя у нас здесь плечо все запрограды закрывать. Голову опускаем ниже, смотрим с подлогой. Локти всегда держим максимально узко. Отлично. И сейчас мы с тобой попробуем сделать левой прямой. То есть левой прямой начинается движение ноги. Раз, шаг вперед. Не идти нельзя ударом. Просто нога вперед, голова не выходит за твое колено. Раз. Ударил и остался. Раз. Хорошо. Вернулся. Раз. Вернулся. Отлично. Еще раз. Ага. Хорошо. Нет. Точнее. Видишь, ты в сторону? Раз. Нет сюда. Вот. Хорошо. А еще пару раз сделаем. Раз. Отлично. Чувствую себя прям настоящим бойцом, который готовится к чемпионату. Хотя это, друзья, всего лишь первая тренировка. Первая вводная. По идее, я только прохожу теоретический курс. Но с основным уже и практику. Вот так вот. С первой тренировки уже можно давать жару. Перед тем, как одеть перчатки, мы, следственно, бинтуем руки. Просто того, как у нас нету бинтов пока что на первой тренировке. Поэтому мы сейчас просто одеваемся, сильно не будем бить. Поэтому боковые снизу даром мы не отрабатывали, потому что нужно забинтовать руку, либо наложить этот лип, чтобы было. Реально чувствую себя спортсменом, который выходит на ринг. А это мой тренер, который меня сейчас готовит. Напустные слова. Ну, как обычно, это бывает все перед боем. Ну, я думаю, ты хотя бы как минимум для кардио будешь нам почаще заходить. Для кардио буду заходить, и мне будет также, Руслан, надевать мне перчатки. Ну, глядишь, если захочешь по выступлению на сценариях, мы только рады. Это чисто индивидуально. Захочешь поверить в свои силы, в свои способности, пожалуйста. Ну, благодаря программе про здоровье, я думаю, что все возможно. Все возможно. Аппетит же приходит время еды. Вот. Так что, друзья, занимайтесь спортом, приходите, изучайте, не стесняйтесь. Профессионал своего дела всегда открытый и готовый вам помочь, как это делает сейчас Руслан. Помогает мне надеть перчатки, чтобы я начал локсировать. Я тебе помочь не смогу. А, как называются такие вот боксерские атрибуты? Это называется лапой. Для чего они созданы? Для того, чтобы человек, который бьет, понимал, куда он бьет, зачем он бьет, с какой жесткостью он бьет, чтобы все приходило. Потому что если я буду взять одну руку, во-первых, мне будет это не очень приятно. Во-вторых, чтобы тем менее нанести, меньше была травма. Соответственно, ты лежишь лапой, то есть это подушечка, то есть она хорошо принимает на себя удар. Интересно, я ставлю ручку, ты прибираешь левую руку, как мы это делали, с ногой. Нет, не тянись за ударом. Раз, голова вперед не уходит. Только уходит нога и рука, голова стоит на месте. Вот, отлично. Скажу одно, что когда смотришь бокс по телевизору, кажется, так все легко. Давай, справа, слева. А вот я даже элементарные движения, правой и левой рукой, здесь должна быть полная координация и контроль всего. Это точно. Это точно, я говорю вам с уверенностью, потому что сам это пробую. Вот она. Аж хлопок такой, капитальный. Давай еще раз закрепим успех. Хорошо, вкрути ногу сильнее и будет жестче удар. Вот, отлично. Хорошо. Когда я еще могу по-моему тызить по мастеру спорта России? Только выпуски про здоровье. Постараюсь не подвести, Руслана. Ноги под собой держи. Вот так, конечно. Бокс – это не такая уж и страшная штука, как кажется в начале. Главное – это грамотный тренер и, конечно же, твое желание. Вместе я еще вернусь и обязательно побоксирую, когда у меня будет свободное время. А сейчас мы переходим к тренировке по кикбоксингу, что, наверное, будет более интересно и увлекательно для меня. Ну, там же руки, ноги. Меня встречает Павел. Павел Левко, мастер спорта международного класса. Следуйте за мной. Паша. Ох, нет. Извини, что отвлекаю тебя. Я от Руслана уже, как говорится, разминочку прошел, побоксировал. А что теперь мы будем делать с тобой? Ну, изучим базовый удар кикбоксинга, боковой удар в живот из боевой стоечки. Чем отличается кикбоксинг от бокса? Помимо того, что там задействованы руки, а здесь и ноги, и руки. Да, тут у нас 50 на 50, руки, ноги, да. Разница в том, что как бы в кикбоксинге есть 6 разделов. Люди приходят, они выбирают, начиная с самого легкого, и уже постепенно поднимаются в того раздел, который им больше по душе нравится. В принципе, стоечка, она практически не отличается в боксе, чем в боксе, да. Ручки у лица, ножки 50 на 50. Спинка ровная, колено, правое колено мы выносим вперед. Тут самое главное, чтобы удар был незаметен, да, для соперника. Вперед, и в конце мы доворачиваем таз. Вот, слитно у нас получалось такой удар. Вот, ручки не опускай, ручки у лица. Вот, лучше уже. Еще больше чуть-чуть тазик доворачивай в конце. Вот. Следующий удар, который мы сейчас с тобой изучим, да, это правый удар лоу-кика. Угу. Крусалом, да, вот ножку так вставим, да. Изучим через обманку левый прямой, правый удар лоу-кика. Стоечка также у нас получается. Весь тело 50 на 50, ручки у лица, правая ручка защищает у нас печень, да. Левую ручку мы через обманку выпрямим удар правый, левый, наносим правый удар лоу-кик. Угу. Правое колено чуть-чуть в сторону смещаем, да. В конце скрут таза, момент удара. Так, слитно получается такой, левую ручку выкидываю. Право. Вот. Лево легче выкидываю напряженно, лево легче. Во. И в конце еще таз доворачиваю при ударе. Во. Во. Хорошо. Следующий третий удар, который мы сейчас отработаем, да. Боевая стоечка ножки 50 на 50, ручки у лица, правый прямой удар. Колено мы поднимаем прямо, уровень живота, в таком положении. В конце делаем вперед. Мы полностью выгибаем и наносим полностью ступней удар. Желательно в уровень солнечного сплетения. Также через обманочку левая ручка. Левую ручку выкинули. Правый. Правый. Ох. Вообще. Слушай, Паш, но основы кикбоксинга я понимаю, да, это только начало. Очень много всего еще. Это нужно не одна тренировка. Нужно, как минимум, наверное, часов 5, чтобы хотя бы более-менее так поверхностно понимать вообще о кикбоксинге. Покажи, может быть, свои какие-то свои навыки, что ты умеешь. Какой-нибудь такой небольшой мастер-класс для меня и наших телезрителей. А я пока попью воды. Ну, сам, будь добр. Правый удар в голову кика, да. Потом вставляешь вот так вот на голову. Ага. Понял, только аккуратно, да. Правый удар. Сейчас мы… И да. Чуть повыше. Чуть повыше. Чуть повыше. Вот так вот. Вот так вот, да. Сейчас мы отработаем два удара. Один из ударов, я раньше, когда выступал в лайтконтакте, мне очень нравился удар вертушки в голову. Не всегда он проходил, но если проходил, четко в цели. Также работаем через обманочку левой ручкой. Левую ручку выкидываем. Правый лоу-кик. Назад. Вложение. Работаем все три удара одновременно. Работаем. Левую. Так. 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 Левую выкидываем. Так. 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 За такой экскурс по видам спорта, как кикбоксинг и бокс я лично получил огромное удовольствие и обязательно сюда вернусь. С нами были мастера спорта, а именно мастер спорта по России по боксу Руслан Александров и мастер спорта международного класса по кикбоксингу Павел Левко. Вот. Уважаемые телезрители, и помните, занимайтесь спортом, живите спортом, любите его. Ведь в здоровом теле здоровый дух. Меня зовут Кирилл Щербинин. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok